Ну чё ребятки, всем хай, вы на канале Эйкзи, и сегодня у нас будет долгожданный видос, который скорее всего вы ждали очень долгое время. Сегодня у нас наконец-то будет установка кастомной прошивки для блюстакса, и вы просто себе даже представить не можете, сколько же времени у меня заняло, чтобы это сделать. Было столько различных ошибок, столько различных проблем, то с рут правами, то с локипачем, то с проверкой подписи, короче это был просто ужас. Я потратил не знаю сколько часов своего времени, но я думаю часа так 5 или 6 часов, ну короче куча часов я потратил, и самое главное так это то, что у меня это всё получилось. Честно говоря, я даже на некоторое время думал всё это закинуть, так как ну было куча проблем, понимаете, и я просто впал в ступор и не понимал как их решить, но у меня это получилось. Так что в этом видосике я буду показывать как установить кастомную прошивочку, ну и заодно будет обзорчик самой кастомной прошивочки. Сразу же давайте будем начинать. Первое что вам нужно сделать, так это скачать архивчик, на который ссылочка будет в описании. Данный архивчик я залью на Mediafire, либо же на Mega, либо же на Google Диск. И сейчас будет такой, знаете, дисклеймер. Этот архивчик, этого архивчика не будет в Телеграме, к сожалению. Сразу же объясняю почему. Просто посмотрите на вес этого архивчика. 3,5 гигабайта. Ну, то есть сами понимаете, Телеграм позволяет загрузить файлы до 2 гигабайт. То есть больше 2 гигабайт вы не сможете загрузить никакой файл. Он же у нас весит почти что в 2 раза больше. Так что этот архивчик, к сожалению, в Телеграм канал не смогу залить. Но зато залью на 3 разных файла обменника. Да, да, да. К сожалению, этот архивчик получился таким вот большим. Потому что, ну, по иначе, короче, я никак не смог. То есть я сжал этот архив максимально как только вообще возможно. То есть дальше уже некуда. Так что за такой большой размер я, конечно же, извиняюсь. Но поверьте мне, оно того стоит. Потому что этот архивчик, это прям что-то с чем-то. Ах, да. Ну и чуть не забыл упомянуть, что сегодня у нас будет кастомная прошивочка на Bluestacks. На версию андроида 11. На 64 бита. Да, да, да. Вот такая у нас сегодня будет кастомная прошивочка. Сразу же могу проспойлерить, что она будет работать просто прекрасно. Просто великолепно. Так что первым делом, как я и говорил, качаем этот архивчик. Любым способом, но мы его должны скачать. Здесь, кстати, папка весит почти что 10 гигабайт. Да, ну что уж поделаешь. Так приходится жить. Так что качаем. Качаем этот архивчик. Ну и сейчас будем идти дальше. Дальше, что нам нужно сделать, так это зайти в браузер. Не знаю, какой браузер вы там используете. Но в любом случае нам нужно зайти на один сайтик. Если что, ссылочка будет в описании. Вот. Сюда вы на сайтик заходите. Здесь можете изменить язык. Если вы из других, скажем так, других стран, то поменяйте язык на тот, который вам нужен. У меня же будет здесь стоять русский. Вот так вот. И здесь, значит, сразу же хочу сказать, на каких версиях Bluestacks будет работать эта прошивочка. Эта прошивочка будет работать на Bluestacks 10, на Bluestacks 5. И теперь давайте даже сойдем. Вот видите, снизу здесь есть такая кнопочка. Смотреть все версии. Смотреть все версии. Нажимаем. И здесь еще хочу сказать, что эта прошивочка будет работать на вот-вот здесь. То есть Android 11. Короче на всех вот этих вот прошивочках на Bluestacks 5 она будет работать, то есть на пятом Bluestacks эта прошивка будет работать На четвёртом Bluestacks она не будет работать по той причине, что на четвёртом Bluestacks нету поддержки 11-го Android, то есть его там вообще нету Так что на четвёртый Bluestacks даже не думайте её устанавливать, так как у вас ничего не получится А теперь как лучше всего установить эту кастенную прошивочку на Android 11, как же лучше, как же лучше всего её установить Ну а теперь как же лучше эту прошивочку установить, то есть сейчас я вам покажу лучший способ, как можно установить эту кастомную прошивочку, чтобы избежать кучи ошибок, кучи проблем, которых и так у вас не должно быть, но короче, лучше все делать так, как я показываю на видео. Смотрите, советую вам качать, не качайте вот эту версию, то есть эту версию не качайте, блюстакс 10 качать не нужно и блюстакс 5 тоже качать не нужно. Мы нажимаем вот сюда вот, смотри, все версии, вот сюда вот мы нажимаем и здесь листаем немножечко вниз, то есть видите, здесь блюстакс 5 и здесь вот видите, есть окошко Android 11, 64 бита, бета, версия. Вот здесь именно вот это нам нужно скачать, вот то же самое делайте, это нужно для того, чтобы избежать некоторых ошибок или же некоторых проблем, это нужно сделать. Сохраняем инсталлер, то есть установщик в любую папочку, я же его сохраню на рабочий стол, после этого сразу же его открываем здесь, так, применить, все открывается, сейчас у нас откроется установщик, так, все, идет проверочка, все, вот установщик наш. Сразу же заходим вот сюда вот, изменить путь установки, ну и здесь выбираете ту папочку, в которую хотите установить данный блюстакс. Все, я уже выбрал свою папочку, то есть это у меня диск D, программс, блюстакс и еще раз блюстакс. Все, нажимаем теперь установить и у нас сейчас будет идти процесс установки, ну то есть сначала скачивания, а уже затем будет идти установочка. И сразу хочу вас предупредить, что установочка будет действительно долго, то есть этот эмулятор устанавливается очень и очень долго, то есть он может устанавливаться 5 минут даже, вот без шуток, потому что оно будет очень много чего скачивать, а уже затем будет только вот это все вот устанавливать, так что здесь просто будем ждать. Вот как видите, оно у нас скачивает, вот это вот, видите, весит 669 мегабайт, это если что, оно скачивает уже сам Android, то есть Android 11 уже у нас скачивается. И это очень и очень хорошо, так что сейчас просто ждем. Здесь у нас уже, как видите, скачивается сам блюстакс X, я не знаю зачем он вообще нужен, то есть я ним даже и никогда не пользовался, вообще не знаю, что это за дичь, но короче, оно почему-то всегда его скачивает. Все, ну а вот теперь у нас идет сама установочка, которой у нас будет идти довольно-таки долгое время, ну как долгое, здесь уже зависит от мощности вашего компа. Все, у нас уже идет завершение установочки, все, установочка завершилась и у нас по умолчанию открывается блюстакс. Все, это все супер, это хорошо, так и должно быть, теперь ждем, когда вот он запустится. Все, блюстакс запустился и сейчас идет обнова андроида, вот это вот все вот, то есть придется подождать, не знаю, секундочек, где-то 10 или же 20, но пока что можно вскрыть эмулятор и сделать кое-что с нашим архивчиком. Смотрите, нам нужно разархивировать наш архив, то есть мы его берем, открываем и вот эту папочку просто перетаскиваем туда, куда хотим, то есть на рабочий стол, либо же на диск, да, куда хотите. Я, к примеру, ее перетащу вот на рабочий стол, она будет очень долго извлекаться, так как весит 10 гигабайт, так что извлекайте туда, где у вас есть много места. Все, извлечение прошло успешно, архивчик можно уже либо удалить, либо же отсунуть куда-то в стороночку. Так, инсталлятор, в принципе, можно вообще в корзину пересунуть и вообще его удалить, он уже нам больше не понадобится. Теперь заходим обратно в блюстакс, все, он у нас здесь уже загрузился, настроился, все уже хорошо. Теперь, что мы делаем, теперь нам нужно, смотрите, сейчас сделаю на весь экран, так, секундочку, еще разочек, вот так вот, все. Сейчас, куда нам нужно заходить? Смотрите, заходим в настройки, вот видите, здесь есть настройки, вот сюда вот мы заходим и дальше мы заходим в данные пользователя, вот сюда вот заходим и здесь у нас есть бэкап и восстановление. Сюда мы нажимаем восстановить бэкап, вот сюда вот нажимаем и нажимаем продолжить процесс восстановления. Все, сейчас у нас блюстакс закроется и будет идти восстановление, вот видите, все, у нас спрашивает, то есть нам нужно найти папочку, которую мы с вами разархивировали, То есть смотрите, это у нас получается, у меня это рабочий стол, вот как видите, сразу же здесь папочка вот моя вот появилась. Если вы извлекли эту папку, допустим, на диск D или же куда-то еще, то просто переходите по тому пути и выбираете вот эту вот папочку. Вот смотрите, просто на нее нажимаете, то есть вы ее выбрали и нажимаете ОК. Все, у нас идет восстановление данных и восстановление абсолютно всего. Главное вот, чтобы папочку вы нашли и выбрали. Все, после этого у нас идет восстановление и сейчас нам придется тоже опять-таки немножечко подождать. Этот процесс может длиться от 1 минуты до 2 минут, не больше. И да, если что, не бойтесь, если у вас тоже застрянет на 10%, то здесь нету ничего страшного. Здесь вот так вот у всех, я тоже сначала немножко перепугался, но все нормально, оно дальше вот затем вот пойдет, просто нужно подождать и все. Все, как видите, восстановление прошло успешно и здесь вы сразу же можете запустить Bluestacks. Все, ну допустим, нажимаем запустить Bluestacks и у нас сейчас будет идти первый запуск Bluestacks. Так, давайте сделаем на все окошечко и у нас идет первый запуск. Все, загрузочка у нас прошла успешно и сразу же что мы видим? Мы видим кастомный лаунчер, если что, это новый лаунчер. Ну, допустим, сразу же нажимаем, зажимаем левой кнопочкой на рабочий стол и можно зайти в настроечки. Про этот лаунчер я уже всем рассказывал. Здесь установлен последний лаунчер, то есть последней версии 7.0.57. Здесь вы можете настроить ярлыки, можете настроить абсолютно все. То есть здесь прям огромнейшая кастомизация. Если вам не нравится этот лаунчер и вы хотите поставить дефолтный лаунчер от Bluestacks, смотрите, что нам нужно сделать. Мы открываем этот список, то есть делаем вот такой вот свайп, зажимаем левой кнопочкой и вот так вот проворачиваем. И заходим, получается, вот сюда вот настройки. Затем заходим в приложение и уведомления. И затем заходим в приложение по умолчанию. И здесь, как видите, главный экран, новый лаунчер. Сюда мы нажимаем и выбираем просто Bluestacks лаунчер. Тогда у вас сразу же появится дефолтный стандартный лаунчер от Bluestacks. Но я вам этого не советую делать, так как новый лаунчер, как по моему мнению, намного лучше. То есть он намного удобнее, намного вот, намного прям, намного лучше. Теперь сразу же хочу сказать, что это такое вот за ярлыки. Видите, здесь прям такое вот неизвестное. Что это такое? Смотрите, допустим, запускаем вот это. И у нас открывается что-то, ну здесь, конечно, вот здесь непонятное. Но смотрите, допустим, запустим что-то другое. Ну, допустим, вот это вот запустим. И здесь у нас запускаются какие-то игры от Bluestacks. То есть это приложение кастомное, точнее не кастомное, а дефолтное приложение от Bluestacks. То есть вот, вот это вот все, вот это файловый менеджер, допустим, это все от Bluestacks. Если что, вы это все можете удалить, если хотите. То есть просто так вы это не удалите. Но с помощью лакипатчера вы сможете удалить любое системное приложение. Ну что, с лаунчером все, в принципе, понятно. А теперь будем идти дальше. И сразу же хочу сказать по поводу Google Play сервисов. Они здесь работают просто прекрасно, просто великолепно. Я проверял, скачивал пару игр, пробовал зайти в свой аккаунт Google Play и все прекрасно работает. То есть синхронизация здесь работает просто на ура. Все прекрасно функционирует. Здесь вот вы заходите, допустим, в Play Market. У вас по умолчанию будет стоять темная тема. Вы выходите в свой аккаунт и все просто чпуки-бомбони, скажем так. Вот можете зайти сюда вот. То есть вот Google Play игры. То есть все это прекрасно работает. Ну а теперь, пожалуй, начнем с обзора, будем обозревать программы, которые здесь у нас присутствуют. Смотрите, здесь у нас есть вот такая вот штучка. Открываем это. И у нас здесь сразу же вываливается список всех программ, которые здесь у нас установлены. И сразу же начнем с первой программы. Это root-права. Magisk Delta. Да-да-да. Запускаем его. И сразу же, что мы видим. Вот. Magisk Delta у нас установлен. Самая последняя версия. ZGisk у нас включен. Допустим, зайдем в Super User. То есть вот приложение, которое использует root-права. Log. Ну, это понятно, это неинтересно. Модули. Зайдем в модули. И здесь у нас присутствуют два модуля. Первый модуль это Busybox for Android NDK. То есть это как набор различных утилит, которые помогают таким программам, как Lucky Patcher, Game Guardian и другим программам, которые работают с помощью root-прав. То есть это утилита. Это как, ну, набор утилит различных драйверов и тому подобное. Так что это прям очень-очень полезный модуль. Его не советую удалять, так как он, наоборот, улучшает систему. Ну и второй модуль это уже всем известный LS Posted, который тоже работает прекрасно. Теперь давайте зайдем в настроечки Magisk. Когда вы посмотрите, как видите, здесь по умолчанию уже стоит такая темненькая тема. Давайте ниже. Вот ZGisk у нас включен. Защита от Bootloop тоже включена. Давайте еще ниже посмотрим, что здесь у нас. Автоматический ответ, то есть все приложения, которые будут использовать root-права, автоматически root-права будут разрешаться всем приложениям. Так, ну и уведомления супер-пользователей я тоже отключил, то бишь, чтобы не всплывали никакие вот эти вот сообщения, что root-права были применены и тому подобное. Ну, короче, чтобы не было никаких назойливых уведомлений. Если что, здесь вы можете поменять абсолютно все, что хотите. С Magisk понятно, так что можно, в принципе, отсюда уходить и идти дальше. Ну, а дальше у нас идет всем легендарная программа под названием LS Posted. И она по умолчанию у нас уже будет скрыта, то есть вот она у нас такая вот скрыта. Заходим вот сюда вот. Последняя версия, то есть 1.8.6 ZGisk у нас установлена, присутствует, так сказать. По умолчанию здесь будет темная тема, прям фул темная тема в настроечках. Вы можете поменять, можете ее отключить, если хотите. Либо же поменять акцент темы. Короче, можете здесь менять все, что хотите. Давайте зайдем в модуль. В модулях у нас присутствует три модуля. Android Faker, Core Patch и Lucky Patcher. Android Faker это такой модуль, который просто берет и может замаскировать ваше устройство. То есть вы можете поменять все в вашем устройстве. То есть, допустим, вам дали бан в какой-то игре, и вы можете этот бан спокойно обойти. Если этот бан, допустим, прилетел вам по IP, либо же прилетел вам по железу, то вы можете спокойно этот бан обойти с помощью этого модуля. Следующий модуль у нас Core Patch. Это модуль, который отключает полностью проверку подписи. То бишь, вы можете просто взять и установить взломку поверх оригинала. Это просто шикарный модуль. Ну и третий модуль, это тоже у нас уже Lucky Patcher, всем известный. И все модули, которые у нас здесь присутствуют, они последней версии. То есть, их обновлять не нужно. Также здесь присутствует рабочий репозиторий. То есть, здесь куча модулей, которые вы можете поставить. Конечно, все делайте на свой страх и риск, но поэкспериментировать можно. Так что, как-то вот так вот. С этим тоже все понятно. Так что, отсюда будем уходить и идти дальше. Ну а дальше у нас идет MT Manager. Это, как знаете, такой вот мини-проводник. То есть, это очень удобный проводник. Здесь куча папа, куча всего. То есть, можете спокойно здесь вот, ну типа, как знаете, дефолтный проводник. Ничего такого интересного. По умолчанию будет просто стоять темная тема. И, в принципе, все. Здесь ничего такого особенного интересного. Просто как дефолтный файловый менеджер. И сразу хочу предупредить. Если здесь в этом списке есть программа, которая вам попросту не нужна, то вы можете удалить абсолютно любую программу, которая здесь есть. И устройства у нее еще не будет. Ну если, конечно же, вы не удалите root-провод. Если вы удалите Magisk, то, конечно же, может что-то случиться. Я не знаю что, потому что я не проверял. Но Magisk удалять я вам не советую. А вот другие программы, конечно же, можете удалить. Ну что, а мы будем переходить дальше. И дальше у нас идет всеми известная программа под названием Lucky Patcher. Запускаем ее. И сразу же давайте зайдем в переключатели. Здесь у нас по умолчанию будет стоять прокси-сервер, который прекрасно работает. То бишь он позволяет, точнее даже не позволяет, а улучшает взлом различных приложений на покупки. Так что это прям, знаете, must-have функция, которая здесь по умолчанию у вас будет включена. Да и вообще, все в Lucky Patcher уже будет все прям настроено. Ну, допустим, давайте зайдем в настройки самого Lucky Patcher. Здесь у нас уже тоже все настроено, то есть реклама у нас отключена. Вот это вот все вот, короче, настроил для комфортного использования. Еще что хочу сказать, так это про Play Market. Здесь у нас по умолчанию уже будет установлен модифицированный Google Play последней версии. Вот здесь у нас версия 33.0.16. Давайте даже проверим. Заходим в инструменты. Заходим. Установка модифицированного Google Play. И здесь у нас, как видите, модифицированный Google Play 33.0.16. Именно эта версия сейчас у нас установлена и работает просто шикарно. Но теперь одно из самых главных. Так это проверка подписи. Давайте зайдем в инструменты и патчи андроида. Заходим сюда. И сейчас сделаем такую, знаете, небольшую проверочку подписи. Если у вас здесь будет вот такое вот окошко, просто нажимаем не показывать этот диалог опять. И нажимаем ОК. Все. И давайте запустим тест для патча. Вот видите, здесь уже пишут, что первый патч применен, второй патч применен. И запускаем, давайте, еще тест для патча. И сейчас посмотрим, что у нас будет. Как видите, здесь у нас все успешно. То есть проверка подписи полностью отключена. И это просто отличный факт. Здесь тоже будет такое вот выскакивать. Просто нажимаете не показывать этот диалог опять. И ОК. Все. Чтобы эти диалоги вас попросту не тревожили. Все, в принципе, обзор лаки патчера на этом заканчивается. Так как он сейчас последней версии. Если здесь будет новая версия, вы можете его спокойно обновить. Или же скачать дополнительные пользовательские патчи. Если они здесь будут тоже обновлены. Но сейчас здесь стоит все самой последней версии. Так что здесь, думаю, все понятно. Еще такой вот забавный факт. Здесь по умолчанию у вас будет включена Google Play защита. Я не знаю почему, но она почему-то по умолчанию включается. Если вы устанавливаете эту костную прошивочку. Google Play защиту всегда советую ее отключить. То есть нажимаем сюда. Вот заходим. Вот как видите. Google Play защита. Нажимаем настроечки. И отключаем просто вот эту Google Play защиту. Так как она будет нам только мешать. Так что мы ее просто берем и вырубаем. Все. Вот это вот самое главное. Ну что, мы будем сразу же переходить дальше. И дальше у нас идет, конечно же, одна из легендарнейших программок. Так это Game Guardian. Запускаем любую из этих версий. Допустим, вот эту вот запущу. Все, запустили. Нажимаем сюда вот запуск. Все. Game Guardian у нас есть. И прекрасно работает. Давайте его откроем. Допустим, выберем, что мы будем модифицировать. Ну, допустим, файлы и поиск. Давайте, допустим, писем значение 1. The Word. И все. У нас сразу же пошел поиск. То есть поиск, как видите, здесь прекрасно работает. Давайте вот еще сделаем поиск на авто. Опять-таки новый поиск. Все, как видите, Game Guardian здесь работает просто отлично. Так что он уже у нас настроен и работает просто шикарно. Ну, а мы будем переходить дальше. И дальше у нас идет модуль. Модуль для LS-посада, который называется Android Faker. Запускаем его. И сейчас посмотрим, что у нас здесь присутствует. Смотрите. Этот модуль может изменить и MI. То есть вот эти все данные. Допустим, даже Wi-Fi. Это все он может изменить на рандомные значения. Смотрите, Android ID, допустим. Номер карты. Здесь можно даже поменять. Вот, мобильный номер. Здесь можно даже мобильный номер поменять. Можно поменять ASID. Конечно, не знаю, что это такое. GSFI. Тоже не знаю, что это такое. И даже SIM оператора. То есть вашего оператора. Как это поменять? Смотрите. Просто вот видите, здесь есть кнопочка вот такая. Вот здесь вот. Просто на нее нажимаем. И здесь у нас все меняется на рандомные значения, как видите. То есть здесь все меняется в абсолютно рандомных значениях. И это очень и очень хороший модуль, который очень многим может помочь в различных ситуациях. Так что с этим модулем все понятно. Если он вам не нужен, то просто возьмите и удалите. Если же он вам нужен, то используйте. Так, ну а сейчас у нас будет обзор Core Patch. То есть это модуль, который отключает полностью проверку подписи. Заходим. Тыкаем на него. И здесь заходим в настроечки. И он у нас открывается. И здесь, как видите, у нас все включено. То есть полностью проверка подписи у нас отключена. Так что здесь по умолчанию все будет включено. И все будет прекрасно работать. И еще давайте расскажу по поводу модуля Lucky Patch. Смотрите, опять-таки заходим в настроечки. Нас сразу же перебрасывает Lucky Patch. Заходим в инструменты. И здесь заходим в настройки X-Posoda. И как видите, здесь у нас тоже проверка подписи. То есть полностью она отключена. Я не знаю, сколько я уже за сегодня за этот видос сказал. То есть это просто жесть. Но проверка подписи, короче, полностью отключена. Полностью. Со всеми корнями. И еще здесь стоит вот такая вот штучка. Скрыть Lucky Patch. То бишь это скрывает Lucky Patch от различных игр. Или же от различных программ. С этим уже все понятно. То есть с модулями LS-Posoda мы уже разобрались. Это все можно закрывать. Теперь давайте переходить дальше. И дальше у нас идет просто приложение AIDA64. То есть в этом приложении вы можете посмотреть все характеристики. Допустим, вот OnePlus здесь у нас. Вы можете, если что, поменять устройство. Вот заходите в настроечки. Заходите, получается, где там устройство. Нет, 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 нет. Где оно настраивается? Телефон. Вот телефон. И здесь вы можете настроить, то есть выбрать другое устройство, так сказать. Так что эта программа показывает все характеристики вашей системы. Допустим, зайдем еще в Android. Вот Android 11, уровень API 30. И что еще у нас здесь? Архитектура тоже ядра показывается. X86 на 64 бита. То есть это у нас 64 бита, а это у нас архитектура. Короче, понятно. Так что вот такая вот программка. Чисто для тех, кто хочет узнать, что за версия Android у вас установлена. Если эта программа вам не нужна, в любом случае вы ее можете спокойно удалить. И дальше у нас идет тоже одна из самых, знаете, таких полезных программ, особенно для Магиска. Запускаем эту программу. Она у нас называется Manager Modules Magisk Foxa. Эта программа имеет кучу различных модулей для Магиска. То бишь здесь прям целый репозиторий модулей. Вы можете здесь отыскать модуль, который вам нужен и установить. Конечно же вы это все делаете на свой страх и риск, так как после этого у вас может не загрузиться система. Но это все понятно. Так что устанавливайте, что хотите, но знайте, что все вы делаете на свой страх и риск. Так что имейте в это в виду. Но программа очень и очень полезная. Так что вот по умолчанию она тоже у вас будет установлена и прекрасно будет работать. А, и чуть не забыл. Я же раньше сказал, что здесь вы можете сломать свою систему модулем, да? Так вот, вы ее не сломаете. Даже если вы установите модуль какой-то и у вас система не будет загружаться, то вас спасет одна функция, которая по умолчанию включена в Магиске. Чуть не забыл вам сказать. Смотрите, заходим в настройки. И здесь по умолчанию у вас уже будет включена защита от бутлупа. Что это за функция и как она работает? Эта функция работает по такому принципу, что если вы, допустим, установили какой-то модуль, и из-за этого модуля у вас получился бутлуп, то бишь система у вас не загружается, то вам нужно просто взять и закрыть виртуалку и опять-таки зайти. То бишь вам нужно перезагрузиться два раза или три и все. И у вас все вернется на место. То есть у вас модуль, из-за которого у вас был бутлуп, просто отключится. И все, и вы его можете спокойно удалить и себе спокойно дальше играть. Так что эта функция спасает от бутлупа. Прям очень и очень полезная функция. Ну и предпоследняя программа в этом списке идет у нас AddAway. Это программа, которая полностью блокирует рекламу на вашем устройстве. То бишь реклама, которая присутствует в приложениях, в играх, даже в браузере на различных сайтах, она по умолчанию у вас будет отключена. Если же вы хотите включить рекламу, то вы просто можете остановить это приложение. Вот нажимаем вот сюда на паузу. Все, все, реклама у вас будет восстановлена и прекрасно, ну то есть реклама у вас опять-таки появится. Если же рекламы у вас нету, то вам нужно еще перезапустить эмулятор и тогда уже реклама точно появится. Но если же вы хотите отключить рекламу, то просто нажимаем опять-таки сюда и программа у вас включается и все. Но по умолчанию программа у вас будет включена, то бишь никакой рекламы по умолчанию у вас нигде не будет. Ну что, и последняя, пожалуй, на этом, на этом, в этом видосе, в этом списке программы, которая здесь у нас присутствует, последняя программа, это fd.ai. Это просто прекраснейшая программа, о которой я узнал буквально сегодня. И, кстати, эту программу сейчас я использую на своем телефоне. И это просто прекраснейшая программа, так как это другими словами, как искусственный интеллект. Что эта программа делает? Эта программа очень и очень сильно бустит ваш эмулятор, вашу систему. То есть, смотрите, здесь немножко интерфейс, конечно, будет баган из-за того, что у нас большое разрешение экрана. Смотрите, здесь пишет версия ядра, прошивка, версия OS, то есть Android 11. И здесь есть настройки fd.ai. Нажимаем сюда, то есть открываем вот это, и здесь есть режим AEE, то есть это как режим работы. Нажимаем вот сюда вот, по умолчанию здесь у вас будет стоять скорость, и здесь, как видите, по умолчанию у вас будет стоять самый эффективный режим. То есть это будет бустить ваш Android, скажем так. Ставить другие режимы, скажу я вам, бесполезно, так как вы играете на эмуляторе, и здесь ставить другие режимы, ну попросту бесполезно. Но если же вы хотите, то можете поставить режим экономии, или же авторежим. Короче, с этим можете экспериментировать, но по умолчанию у вас будет стоять максимальная производительность. Также вы можете зайти в дополнительные настройки, и здесь тоже есть различные твики, вот это вот все, да, то есть здесь тоже можете экспериментировать. Давайте вернемся назад, здесь у нас тоже еще есть очень такая полезная штучка, смотрите. Здесь есть такие настройки, как анализ приложений, который тоже немножко улучшит, скажем так, производительность этой системы. Отключение троттлинга здесь не работает, так как это виртуалка, точнее это эмулятор, а не сам Android, то есть это не реальный телефон, скажем так. Ну и самое, пожалуй, интересное и полезное, так это твики Build Prop. Смотрите, открываем, и здесь у нас по умолчанию будут стоять три твика, которые улучшают систему. Вот смотрите, допустим, второй твик у нас улучшает качество сети, и третий твик у нас улучшает качество GPU, то бишь качество, ну короче, улучшает скорость вашей системы. С этим вы можете экспериментировать, можете включать что-то, можете вот, допустим, вот это включить, тоже это все очень и очень интересно, так что с этим все вы можете очень долго экспериментировать. Еще можете зайти в утилиты, здесь тоже есть, допустим, вот чистка вот эта вот вся вот, чистка кеша, чистка ОЗУ, также здесь есть даунскейл, то есть вы можете здесь поставить разрешение, которое хотите, можете поставить DPI, которое хотите, короче, здесь куча-куча различных настроек. Еще что здесь интересно, так это дополнительная оптимизация, то есть вот вы можете включить оптимизацию дополнительную, но как по мне это очень прикольно, так как это, знаете, программа, в которой можно очень много проэкспериментировать, и эта программа очень поможет в производительности вашего эмулятора. Ну вот и все, ребятки, как это вот такой вот обзорчик у нас сегодня получился, да, обзорчик получился очень большим, но это того стоило. Так что еще раз хочу сказать, что данный архивчик я залью, получается, на Mediafire, так, а где архивчик? А вот архивчик. Вот, я его залью на Mediafire, на Google Диск и на Mega, так что этот архивчик в любом случае вы сможете спокойно скачать. И если что, виртуалку вы можете запускать теперь просто вот, смотрите, запускаете либо же вот это, Bluestacks 5, либо же запускаете Bluestacks Multi, вот это вот, видите, запускаем, и по умолчанию вот, это как раз таки наша виртуалочка. То есть вы можете запустить либо же здесь, нажимаете просто Start и оно у вас запускается, либо же просто запускаете вот этот вот ярлык и оно у вас тоже прекрасно запустится. Ну вот, как видите, все прекрасно запустилось и все просто прекрасно работает. Ах, ну и еще, чуть не забыл, давайте зайдем еще вот сюда вот настроечки, я же забыл вроде как показать какие здесь настройки будут по умолчанию, по умолчанию у вас здесь будут стоять вот такие вот настройки, давайте сейчас просто пробегусь по этому всему, вот по умолчанию здесь будет стоять все вот такое вот. Все настройки, которые здесь присутствуют, вы можете поменять То есть меняйте так, как вам угодно У вас все равно все будет прекрасно работать Так что меняйте на здоровье, так сказать Ну что, как-то вот такой вот видосик у нас сегодня получился Если этот видосик вам понравился, то пожалуйста поддержите этот видосик лайком Мне будет очень и очень приятно Ну и еще подписочку можете оформить Мне тоже очень и очень будет приятно Ну и в принципе как-то вот так вот Так что вы были на канале Эйкзи Спасибо за просмотр, до скорых встреч Всем удачи и всем пока-пока